В эфире информационный канал Севастополя. Городские новости в студии Ольга Деменчук. В Севастополе презентовали социально-экономический потенциал Чувашии. В пятницу в Доме правительства встречали официальную делегацию во главе с руководителем республики Михаилом Игнатьевым. Коллеги приехали в Севастополь наладить экономические и культурные связи между регионами. Подробностью Анны Малышко. Официальную делегацию Чувашии возглавляет глава республики Михаил Игнатьев. В рамках визита запланирована встреча с диаспорой республики в Севастополе и с земляками военнослужащими, которые проходят службу в частях Черноморского флота. Открывая встречу в Доме правительства, заместитель губернатора Севастополя Алексей Еремеев отметил, для севастопольцев очень важно чувствовать поддержку других субъектов Российской Федерации. Мы открыты для общения. У города Севастополя сейчас и прекрасный потенциал в области инвестиций. На территории полуострова создана свободная экономическая зона, определенные налоговые преференции и административные преференции. Власти города Севастополя проведут переговоры со своими коллегами из республики Чувашии. И мы надеемся на конкретный, предметный результат сегодняшнего общения, который пойдет на благо и республики, и городу Севастополя. То, что два региона новых появились в Российской Федерации, мы рады и горды всем этим решениям. И когда были политические определенные дебаты, споры, жители Чувашской Республики со слезами, со слезами, по зову сердца приходили для того, чтобы поддержать данное событие. Ибо мы, братья, и наши сердца после наших встреч, после дополнительных мер стимулирования по нашим отношениям в экономике, в торгово-экономическом, научно-техническом, в социальной сфере, я абсолютно уверен, будут только развиваться. Чувашская делегация представлена не только министрами и главами муниципальных образований, но и бизнес-сектором. В Севастополь привезли презентации социально-экономического потенциала республики. Речь идет об использовании инновационных технологий в области строительства, медицины, машиностроения и энергетики. Мы вчера встречались с представителем Крымэнерго, подробно очень обсуждали те задачи, которые стоят перед энергетиками Крыма и Севастополя на ближайшие годы с целью ликвидации зависимости от Украины. Поэтому нам понятно, что будет в ближайшее время проектироваться, строиться в Крыму. И мы готовы от имени электротехнического кластера оказать здесь помощь и в проектировании, и в поставках, и в исполнении работы. В 16.00 запланировано подписание перечня мероприятий по сотрудничеству между Чувашской республикой и Севастополем в рамках соглашения, заключенного в 2014 году в Сочи. Анна Малышка, Наталья Бабкевич, информационный канал Севастополя. Пожар потушили пострадавших, спасли. В здании драматического театра имени Бориса Лавренева прошли совместные учения Черноморского флота и Главного управления МЧС России. Согласно сценарию, на сцене произошло короткое замыкание, загорелось оборудование. Огонь распространился на несколько этажей. В этот момент внутри находилось порядка 50 человек. Люди выбежали на балкон второго этажа, откуда были эвакуированы прибывшими пожарно-спасательными подразделениями. Мы видели, как производили спасение людей по трехколенной лестнице. А также разведкой был обнаружен человек, который остался в зале, которого вынесли на свежий воздух и передали скорейкой скорой помощи. Оставшихся в здании людей эвакуировали через аварийные выходы. Всего в операции участвовало 5 подразделений МЧС, 3 бригады Черноморского флота и 11 единиц техники. План культурно-массовых мероприятий, переуроченный к 70-летию Великой Победы и социально-экономическое развитие Севастополя по итогам 2014 года, обсудили на заседании правительства. Кроме того, при правительстве Севастополя создан Совет по информатизации. Это коллегиальный орган, который займется разработкой профильной стратегии. Подробности далее. В прошлом году в Севастополе зафиксирован спад сельского хозяйства и промышленности до 80%. Проселый оборот розничной торговли на 20%. Такие показатели специалисты объясняют переходным периодом, сложной геополитической ситуацией, переориентацией рынков сбыта и изменениями логистики. Например, грузооборот уменьшился на 27% за счет того, что в Севастопольский порт заходит только паром из Турции. Страны Европейского Союза прекратили внешнеэкономическую деятельность с полуостровом в целом. И Севастополь переориентировался на сотрудничество с Турцией, Ливаном, Индией и Кипром. Кстати, Кипр – основная страна-инвестор, на которую приходится 57% общего объема прямых инвестиций. Всего же иностранный капитал принес Севастополю в прошлом году 185 миллионов долларов. А из федерального бюджета основные вливания пришлись в жилищно-коммунальную сферу и капитальное строительство. Эти два у нас, скажем так, главных распорядителя, на которые пришлось в основном почти 70% объема финансовых средств, поступаемых из федерального и местного бюджета. Работу управления капитального строительства проверят. Такое поручение дал губернатор Севастополя Сергей Миняйло. Мне доклад совместно с Волковой, доклад по проверке контрольно-ривизионным управлением УКСа. Понятно, да? Значит, и материалы по УКСу, по результатам проверки, прокуратура, следственный комитет. Что же касается социальной сферы, уровень безработицы в Севастополе ниже, чем в Крыму. Из отчета следует, что по состоянию на 1 января только 1% от трудоспособного населения в городе был без работы. Пик задолженности по заработной плате пришелся на август. В целом же доходы населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли. Доходы населения пропорционально росли. Если, скажем так, в целом по городу на 1 07 они составили 13,6 тысяч рублей, то по итогам декабря 21 тысяча и три десятых. В оптовой торговле, в размещении, в общественном питании средняя заработная плата значительно ниже даже, чем по сравнению с другими предприятиями. 2015 год, 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Годовой план культурных мероприятий, приуроченных к Великой Дате, уже расписан и представлен на заседании правительства. Планируется задействовать все возможные площадки, как в черте города, так и в сельской зоне. Первый в череду празднования включается Балаклава уже с 18 апреля. Кроме того, запланирована инвентаризация 95 воинских захоронений и реставрация военной техники на Сапунгаре. На сегодняшний момент есть приказ командующего флота с одной стороны, есть постановление правительства о закреплении этих памятников. И будем требовать от тех организаций, за которыми не закреплены, требовать их реставрацию и восстановление. 12 марта вдоль государственных границ стран СНГ стартует эстафета победы. А в Севастополе пройдут традиционные военно-исторические реконструкции и патриотические фестивали. Анна Малышко, Наталья Бабкевич, информационный канал Севастополя. На заседании правительства губернатор Севастополя Сергей Миняйло представил Алексея Брусенцева в качестве исполняющего обязанности руководителя департамента градостроительства и архитектуры. До этого дня он находился в статусе советника губернатора Севастополя. Предыдущее место работы – первый заместитель главы администрации Дезинчуцкого района Самарской области. В 2011-м – директор управления архитектурой и градостроительства городского округа Чапаевск. В Севастополе стартовал международный фестиваль-конкурс патриотической песни «Красная гвоздика». Он проходит по инициативе Союза композиторов и при поддержке правительства Москвы. Фестиваль продолжает традиции сочинского конкурса, который прекратил свое существование четверть века назад. Главная задача нашего фестиваля «Красная гвоздика» – это открывать новые таланты – композиторские, поэтические, исполнительские. Мне приходится очень много бывать в различных региональных конкурсах нашей страны. И я каждый раз убеждаюсь, насколько талантлива наша земля и народ наш, какие песни патриотического звучания там пишутся композиторами и поэтами региональными, и какие там прекрасные исполнители. 26 февраля участники фестиваля возложили цветы к мемориалу героическим защитникам обороны Севастополя. К ним присоединились и городские власти. После открытия отборочного тура в Крыму конкурс продолжится и в других регионах России. Закрытие фестиваля пройдет или в Сочи, или во Владивостоке, отметили организаторы. Я очень рад, что наш фестиваль «Красная гвоздика» патриотической песни стартует именно здесь, с этой земли, обильно политой кровью наших солдат и офицеров. Я надеюсь, что если мы возвращены такой землей, то нас не победить никогда. Поэтому вместе с вами, вместе с ветеранами, вместе с общественностью, с казаками, духовенством мы не победим. И на этом у меня все. Во второй половине дня с новостями для вас будет работать моя коллега Ирина Львова. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова